Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь И Отца нашего Иоанна Златоустова Слово к верующему Отцу Продолжение Но я еще не сказал о вершине зол Не раскрыл главного нечестия И хотя много раз приступал к этому со стыдом Много раз стыдом же и удерживался Что же это такое? Надо бы нам же наконец и об этом сказать Было бы большой робостью Если бы желающие истребить какое-нибудь зло Не смели и слово сказать о нем Как будто молчание само собой исцелит болезнь Не станем же молчать Хотя бы тысячу раз пришлось нам стыдиться и краснеть И врач, когда хочет очистить гнилость Не откажется взять в руки нож И вложить пальцы в самые глубины раны Так и мы не откажемся говорить об этом Тем более, чем гнуснее-то гниль Какое же это зло? Какая-то новая и беззаконная страсть Топлась в нашу жизнь Постигла нас болезнь тяжкая и неисцельная Поразила язва, жесточайшая из всех язв Измышленно какое-то новое нетерпимое беззаконие Потому что нарушаются не только описанные Но даже и естественные законы Для распутства уже мало любодеяния И как в болезнях последующее сильнейшее страдание Заглушает ощущение предшествовавшей боли Так и чрезмерность этой язвы делает то, что уже не кажется нетерпимым И нетерпимое разрад женщину Хотя откажется иметь возможность избегать этих сетей И женскому полу Предстоит уже опасно сделаться излишним Так как его во всем заменяют отроки И не только это ужасно Но и то, что такая мерзость совершается С полной безопасностью И беззаконие стало законом Никто уже не опасается и не страшится Никто не стыдится и не краснеет Но еще хвалится этим позором И целомудренные кажутся безумными Обличающие нездравомыслящими Если они слабы, то подвергаются побоям А если сильны, то терпят насмешки Поругания и бесчисленные издевательства Не помогают ни суды, ни законы Ни воспитатели, ни отцы, ни приставники Ни учители Одних успели развратить деньгами Другие имеют в виду только то, чтобы им было жалование А из тех, которые добросовестнее И заботятся о спасении веренных им Одни легко поддаются укрывательству, обманам А другие боятся силы развратников Легче спастись за подозренному в тирании Нежели избежать рук этих нечестивцев Тому, кто попытался бы удалять от них детей Так, среди городов, как бы в великой пустыне Мужи на мужчинах делают стыд Если же некоторые избежали этих сетей То нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников Во-первых, потому что их весьма немного Отчего они легко затмеваются множеством порочных Во-вторых, потому что самые окаянные и злые демоны Не имея возможности иначе мстить презирающим их Стараются вредить им этим способом Не имея сил нанести смертельную рану и поразить самую душу Они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению И лишить всякой доброй славы Посему многие, слышал я, удивляются Как и теперь не не спал еще другой огненный дождь Как еще не подвергся участи Содома наш город Достойны наказания тем более тяжкого Что не вразумился и бедствиями Содома Несмотря на то, что та страна уже две тысячи лет Видом своим сильнее, чем голосом взывает к людям всей вселенной Чтобы не дерзали на такую гнусность Они не только не воздерживаются от этого греха Но стали еще бесстыднее Как будто состезуясь с Богом И стараясь показать своими делами Что они тем более будут предаваться этим порокам Чем более он будет угрожать им Почему же не произошло ничего такого? Грехи в Содомске совершаются А в Содомске их наказаний нет Потому что их ожидает другой огонь Более жестокие наказания бесконечные Так и жившие после потопа дерзали совершать дела Гораздо более нечестивые, нежели погибшие от потопа Однако, что у времени не было такого наводнения И здесь опять та же самая причина Иначе почему жившие в первые времена Когда и судов не было И страх перед начальниками не тяготел Не было ни угрожающего закона Ни вразумляющего сонма пророков Ни ожидания гиены Ни надежды царствия Ни другого любомудря Ни чудес, способных оживить даже камни Почему люди, не имевшие ничего этого Понесли за свои грехи и такое наказание А получившие все это и живущие по таким страхам Судов божеских и человеческих Да ныне еще не потерпели одинаково с теми Тогда как они достойны более тяжкого наказания Не ясно ли и для младенца, что они сберегаются Для строжайшего осуждения Если мы так гневаемся и негодуем То как допустить беззаконно совершать Допуститься беззаконно совершать такие дела Бог Которые более всего печется о человеческом роде И крайне отвращается и ненавидит порочность Этого быть не может, нет Он непременно наложит на них крепкую руку Нанесет нестерпимый удар И подвергнет мучениям столь жестоким Что бедствия, постигшие Содом В сравнении с ними покажутся игрушкой Подлинно Каких варваров, какую породу зверей Не превзошли эти люди Свою безостыдную похотью Бывает у некоторых бессловесных вожделение Сильная и похоть неудержимая Не отличающаяся от бешенства Но и они не знают этой страсти Одерживаются в пределах природы И сколько бы ни раздражались Не нарушают законов природы А эти, одаренные разумом Сподобившиеся божественного учения Преподающие другим Что должно делать и чего не должно И слышавшие писания Не шедшие с неба Не с такой наглостью совокупляются С будницами, как с отроками Они с таким неистовством покушаются на все Что будто они не люди И как будто нет промысла Божия Бодрствующего и сидящего дела Как будто бы все покрыло тьма И никто не видит и не слышит этого А отцы расливаемых отроков Переносят это молча Не зарываются в землю вместе с детьми И не придумывают какого-либо средства против зла Между тем, если бы надобно было От этого недуга отправить детей На чужубину, на море, на острова, на необитаемую землю На самый отдаленный от нас край вселенной Не надлежало ли бы и сделать И потерпеть все, чтобы не было таких мерзостей Когда какое-либо селение подвергается болезни, заразе То не уводим ли мы оттуда детей Хотя бы там предстояло им много выгод Хотя бы сами они были совершенно здоровы А теперь, когда все объяла такая зараза Мы не только сами влечем их к этим пропастям Но и тех, которые хотят избавить их Отгоняем как губителей Какого же гнева? Какие громов недостойно? Это когда язык их мы стараемся очистить К помощью внешнего образования А душу, лежащую в самомерзости, разратой Постоянно расливаемую Не только оставляем без внимания Но и препятствуем, когда она хочет восстать Ужели осмелится кто-нибудь еще сказать Что живущим в таких пороках можно спастись Каким образом? Иные, конечно, избежали неистовства разратников Впрочем, таких немного Но и они не избегают тех жестоких и всегубительных страстей Крыстолюбия и честолюбия А большая часть заражена этими самыми страстями И в гораздо большей еще степени сладострасти Далее, когда мы хотим ознакомить детей с науками То не только устраняем препятствия к учению Но и доставляем им все содействующее ему Представляем к ним воспитателей, учителей И сдерживаем деньги Освобождаем их от других занятий И чаще, чем представники на Олимпийских играх Твердим им от бедности от неучения И богатства от учения Делаем и говорим все и сами, и через другие Чтобы довести их до окончания предпринятого занятия И при всем том часто не успеваем А скромность нравов и строгость доблестной жизни Неужели, по вашему мнению, придут сами собой И при том при столь многих тому препятствиях? Что может быть хуже этого неразумия? На самое легкое обращает столь внимание забот Как будто бы иначе нельзя успеть в этом А гораздо более трудно вдумать, что оно Как бы что-нибудь пустое, ничтожное Сбудется и при нашем сне Но любомудрые души настолько труднее и тяжелее изучение наук Насколько деятельность труднее разлагольствования И насколько дела труднее слов Продолжение следует